добегался значит из гаража на улицу немножко простудился кашель сопли текут в итоге что сижу дома корона меня нету врач пришел сказал вот сижу ковыряю торпеду потихоньку делаю это он кайфалом лежит значит здесь у меня идет процесс я создал вот здесь нарастил обточил две грани это сделано для того чтобы аккуратно стачив раз два три четыре грани получил закругленная поверхность потому что здесь должен быть полукруг как в штате на приоре конечно да ребят шпатли здесь будет много но что поделать такова конструкция тем более здесь отрезкаться не будет потому что эта панель никуда не ходит все это будет оттянуто кожей и как показал опыт на прошлой панели у меня ничего никуда не отошло и все было в порядке так что про это можете меня напоминать здесь вот это почти вывел верхушку я вывел уже вот это место вывел то есть осталось по мелочи довести вот это вот это я его кладу на бок и начинаю уже вот эти углы все вот это вот это все выводить потому что надо ну еще средства само собой вот это вот надо линию потому что я хочу чтобы она была такая прям щука вот таким вот переходом кашка красивым идти здесь понятно будут швы еще но это все еще впереди также меня заказали его подвеску на такую интересную машину как рено центик или сэнтик короче там я так понял мультивэн вагон подвеска будет круг рубины сто сто тридцатый на ты на всякий случай просто машинка тяжелая передние стойки будут на 6 в данный момент пришли стойки ну как бы что друзья показать вот как бы обычный амортизатор вот на эту машинку и из него я уже сделаю пневму и отправлю человеку если не ошибаюсь то ли в оренбург то ли чокот далеко короче не питерский товарищ также пневма на место уже отправлено до своей пневмы я тоже уже скоро дойду у меня кто не знал значит впереди будут рукава такие сзади рукава кастомные вот второй пришел продолжаем выводить торпеду уже начал здесь придавать вот квадратный квадратную форму одинаковую потом она просто уголки сравняю и все будет кругленько главное чтобы сейчас все было ровно вверх в принципе готов это место тоже готово все гладенько все ровненько не стал ты еще останется подровнять здесь тоже вот эта линия она идет вот так hop 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 и переходит в эту то есть здесь она так сказать ровникое здесь закругление здесь тоже вот такое закругление и здесь тоже небольшое закругление вообще офигительно получается вот это вот эту планку я почти тоже почти выявил в идеал осталось немножко здесь здесь она идеально ровная это это тоже вот эту сейчас вывожу вровень и останется в принципе раз-два внутрянка и вот этот угол потому что меня сейчас тут делать немножко неудобно поэтому сейчас и довожу это и продолжаю с той стороной и уже будем готовить к обтяжке кантик вроде бы вывел то есть вот у меня так чётенько хоп 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 идет сюда вот эта линия идет почти такой же шириной переходит сразу вот в эту здесь тоже вывел это вывел низ я вывел сейчас я начал мазать вот эту но это уже чуть попозже и буду ее в принципе класть туда класть и уже делать эту саму внутряночку пока только вот внешку закончил вот этот угол в принципе готов можно сказать остается лишь только его закруглить но это уже последняя стадия спустя еще несколько часов я таки довел верхушку мне теперь остается на торпеде теперь ее опустить и делать уже внутрянку то есть вверх я считаю что у меня вполне готов здесь уже все выведено никаких зазоров здесь вообще вот эта форма вот она прям вот идея идеально вообще офигительно все как там я хотел вот здесь вот тоже все вот так переход идет как бы вот эти места углы острые углы вот это это сюда пока не смотрим это все еще вот будет закругляться вот этот пройдусь вот это все закруглю вот это все закруглю то есть но сейчас главное то что вот это все вокруг это я могу сказать сделал готова то что это меня устраивает то есть сейчас я заканчиваю вот эту всю внутрянку и можно уже готовить торпеду под обтяжку блин участок смотрю я сидела как же охренительно это все получилось правда как будто из дерева кажется вот прям вот такие вот прям прям блин ровные линии вот так вот все идет переходиком отсюда вот сюда вот так вот она вот так идет идет здесь немножко сюда и вот сюда здесь ровная линия здесь немножко на за уже за углением здесь она чуть-чуть пока ты так совсем совсем мелочь здесь ровная потому что будет прилегать консоль здесь она тоже такая идет ровненькая здесь конечно она немножко ведет под углом в отличие от этой стороны которая ровная но это в принципе семья это мелочи ну что же теперь можно не наконец-то класть и делать уже последнюю часть внутрянку ну что же товарищи время потраченная не зря болеем с пользой и я таки вывел вот эту вот торпедочку и вот так вот она у меня выглядит то есть значит вот эта линия параллельно той это идет сюда плавненько все четенько все ровненько здесь оказывается у меня было что вот здесь вот толще вот здесь тоньше пришлось тут наращивать это все фигня нарастили значит если кто-то спросит почему вот здесь расстояние больше а здесь меньше потому что по щиток у меня остается немножко по-разному здесь он выше здесь он ниже поэтому щиток будет стать абсолютно ровно далее здесь все готово это я все вывел это все раз гладил теперь останется только закруглить все вот эти линии чтобы это все было круглое закруглить вот эти места вот это все будет круглое чтобы это было красиво чтобы никаких таких у толстых улов не было останется пропилить вот здесь немножко места побольше потому что здесь будут стоять воздуховоды а также делать пазы для швов это будет чуть-чуть это будет уже следует дальше также вот такие места вывести и все но так самое главное что сейчас весь козырек он весь готов он весь ровный он такой как я его представлял а вроде бы вот так вот все легко это выглядело легко и простенькая но по факту конечно же все были свои сложности свои мелкие детали но что у меня в итоге получилось то есть вот так вот именно торпеда будет выглядеть в конечном результате ну понятное дело что сейчас как бы осталось мелочи доделать но суть уже весна я просто 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 тащусь уху останется только опять же все закруглить все края мелкие вот эти уголочки подвести вы по этой фигню надо еще тут точно так же получается как вы поняли кронштейны перенесены то есть все она крепится будет по родным почти по родным почти местам все встает мафан встает все чётенько здесь два винтика здесь два винтика проводочек отошел вот ну вот эти углы понятно это я еще сюда дело опять же все это надо закруглить и подготовить торпеду к обтяжке подготовка к обтяжке будет в том заключаться что распределить швы где они будут швы по всей этой консоли также что вот по этой фигне осталось и и сейчас я ее сейчас еще под залеплю немножко местами залью смолой чтобы она была более прочная потому что сейчас пока на чисто на термоклее это как бы все так мелочи ну как вы поняли вот эта лишняя деталь бардачок она теперь короче также надо смолой залить вот эти места немножко усилить вот там где-то здесь еще чуть-чуть так опять погаса ладно ну и как бы все пока получается вот так вот чуть 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 чётченько Дальше идут некие смоловые движения То есть это опять смола Это опять стекловолокно Значит, здесь вот эту дырочку залепил Понятно, что лишнее я потом болгарочкой отпилю Когда высохнет, чтобы удобнее было шпатлевать Все трещины прошелся смолой Крепежи прошелся смолой Тут-тут, это понятно Вот здесь вот у меня была трещина Я ее тоже смолой, кусочек заплаточку прилепил Также точно вот эти места пролиты смолой Там два таких небольших Ну, по лайту два листочка прилепил Здесь прилепил, смолы налил Чтобы она так более-менее была зафиксирована Ну и что, все, в принципе, ждем, когда это все сохнет Здесь подпиливаем, закругляем Торпеда готова, готовим под обтяжку А эту штуку шпатлюем, лишнее обрезаем И готовим под покраску Ну что же, панелька выведена То есть вся заглажена, все места Сейчас, в отличие от того, как я делал с жигой Я все-таки ее отдам товарищу Чтобы ее грунтануть именно порозаполнителем Здесь пока еще ничего не трогалось Панелька вот встает Все офигительно Все четенько Ну, как бы она еще там притянется Это само собой, когда все будет стоять на боевую Но пока это выглядит именно вот так Здесь я пока ничего дальше не делал Останется, опять же, закруглить И подготовить к обтяжке и разрисовке под швы Наконец-то я закруглил всю торпеду Все места, которые я хотел Которые, чтобы были кругленькие и округленькие И теперь она уже готова к обтяжке И сейчас я могу сказать, что, в принципе, она вообще готова Сама торпеда В-222 в приору Самоделка готова к обтяжке Смотрим Конечно, мелкие поры не будут видны под кожей Потому что клей, во-первых, их забивает Во-вторых, плюс сама кожа толстая Самое главное, это основная форма Чтобы не было углов И ничего такого подобного Материал у меня уже пришел То есть это тот же самый материал Чем у меня обтянуты карты дверей Вот он Вот раньше вот эта штука у меня была в нем То есть это все один и тот же материал Это так называемая эко-кожа Все, в принципе, у меня в ней Поэтому торпеда тоже вся будет в ней Где будут находиться швы, я уже знаю То есть везде, где надо, будет кожный шов Где-то он будет, так сказать, называемый скрытый Где-то с обводкой Поэтому это все уже будет в следующей серии А пока, друзья, спасибо за просмотр Ну, к сожалению, такое долгое у меня получилось Долго ничего не выпускал Но вот болел, ковырялся, делал торпеду Дома еще нечем было заняться Поэтому, ребят, спасибо, опять же, за просмотр Подписываемся на канал Ставим лайк Репост Это будет вообще хорошо, если вы кому-то отошлете это видео И кто-то тоже его посмотрит Скажет, вау, круто Потому что я вот просто смотрю Просто кайфую Такой думаю, бля Когда же я его поставлю на конец Когда я выгоню приору на конец И буду ставить торпеду Под видео будут, кстати, ссылочки на мой инстаграм Где я каждый день, в принципе, в сторис выписываю Все, что у меня происходит А здесь, на ютубе, я уже подвожу, как бы, результат Поэтому, кому интересно Ссылка под видео Также будет там моя группа вконтакте Если кто-то хочет мне там, не знаю, написать Спросить что-нибудь по торпеде, по пневме и так далее Всем спасибо Всем до скорых встреч Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok